Здесь вся несущая балка полностью сгнила. Здесь все уже, как говорится, конец, везде идут третины. Дом наклонился на бок. Олег Савельев живет здесь с 2018 года и не помнит, чтобы в 81-м доме по улице Чапаева проводились хоть какие-то ремонтные работы. Мужчина опасается, что в ближайшее время дом рухнет. С этим согласны и его соседи. А если крыша бы не бежала, и потолок бы в этой квартире был целый, понимаете? Тут бежит, тут бежит все. Вот и стена-то вся разъехалась. Это все из-за крыши. Проблемы, по словам жильцов, имеются и внутри дома. На лестничной клетке лежит зимой лед и спускается вниз по лестницам. Обслуживает 81-й дом по улице Чапаева управляющая компания «Жилстройкомфорт». Алло, здравствуйте. Телекомпания «Соль-ТВ». Корреспондент Олеся Петрович, вы можете покомментировать ситуацию по Чапаеву 81? Нет. Почему? Контакт у сотрудников управляющей компании не налажен и с жильцами этого дома. Я сбивался двери, чтобы вставить полтора года. Мне же для кого сказали, что денег нет, мы вставлять не будем. Потому что платят всего три квартиры. А платим мы здесь все. Кроме одной квартиры аварийной. Вот. Из-за этого. А они для кого сказали, что это мы и поставили двери. Отметим договор с данной управляющей компанией. Эти люди заключили в декабре 2018 года. И с тех пор испытывают трудности в решении бытовых проблем. Мы совершили поквартирный обход, чтобы лично во всем убедиться. Перекрытие эти прогнили. Сейчас если ее убрать, это как раз весь потолок рухнет вниз. Поставили мы стойку, как они нам сказали, «Жилстройкомфорт». Поставьте, говорит, столбики и живите, говорит, ничего страшного. Я говорю, хорошо, мы уйдем вниз туда. Как рассказывают сами жители, этот и соседние два дома были построены в качестве времянок для работников калийного комбината. Спустя несколько лет, когда вырастали целые микрорайоны, из этих домов людей должны были переселить, а сами жилища ликвидировать. Но не тут-то было. Управляющая компания, мы ходим как себе домой. Бесконечно, каждый месяц, в месяц, ни по разу. Со всякими жалобами. И в плане, когда батареи текут, не дождешься, не дозвонишься. И даже когда приходят, сделать ничего не могут. Нету постоянных работников, нет никаких у них запчастей, ничего нету. В итоге просишь потом других людей, соседей, за свои деньги устанавливаешься. Много раз писала в прокуратуру города Соликамска, ситуация не меняется. В городской прокуратуре в курсе ситуации жильцы действительно заключили договор. Подряда, но с компанией «ЖС Комфорт». А это две абсолютно разные организации. И еще дверное полотно с коробкой приобрели и поставили именно сотрудники подрядной организации. Также в их обязанности по договору входит. Осмотр общего имущества, летняя и зимняя уборка, вывоз снега, мелкие ремонтные работы и организация субботников. Перечень, к слову, выбирается самими жильцами, после чего обе стороны подписывают договор. На данный момент жильцы, сами того не понимая, выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом. Обращаю внимание на то, что у «ЖС Комфорт» по отношению к этому дому нет статуса управляющей или обслуживающей компании. Жильцы, по сути дела, заключили договор подряда, возложив на своего подрядчика, как предусмотрено договором, выполнять ряд работ. Но самое интересное, прокурор уже разъяснил обратившейся к нам Татьяне Чекушевой, что делать, если ее и соседи не устраивает результат, проведенных подрядчиком работ. Они имеют право направить мотивированный отказ от подписания акта приема сдачи работы. Они имеют право, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора, отказаться от данного договора и выбрать иную компанию для того, чтобы реализовать непосредственный способ управления домом. Добавим, на данный момент в адрес компании «ЖС Комфорт» вынесли представление, так как предоставленные документы и чеки не доказывают причастность конкретно к 81-му дому по улице Чапаева. Поэтому, если у его жильцов есть претензии к подрядчикам, они могут обратиться в Соликамскую городскую прокуратуру в часы приема. В непростой ситуации разбирались Олеся Петровичева, Сергей Сюзев, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль-ТВ». Продолжение следует...